Закон о материнском капитале В перечне направления использования средств смарт-капитала Опять мы вводим единовременную выплату В размере 12 тысяч рублей Что, конечно же, отрадно Наши мамочки, которые являются владельцами сертификатов И дети, у которых рождены в период с 1 января 2007 года И по 30 сентября года текущего будут рождены Будут иметь право обратиться к таким заявлением До 31 декабря текущего года Сроки еще достаточно большие позволяют Те мамочки, у которых дети родятся в период с 1 октября текущего года По 31 декабря текущего года Смогут обратиться к заявлению с таким Не позднее 31 марта года следующего Но при этом они должны иметь на руках уже сертификат Второй момент, очень важный на мой взгляд Это тот факт, что средством от капитала Теперь можно будет вложить уже в строительство Либо реконструкцию жилого дома своего собственного Например, которое будет делаться самостоятельно заявителями То есть в данном случае не нужно будет участие подрядчика Что совершенно было недопустимо по ранее действующему законодательству Там мы требовали взяли договор с организацией подрядчика То есть сейчас это уже разрешено И третий момент, тоже очень важный Касается родителей, у которых дети умерли на первой неделе жизни Эти родители имеют только справку о рождении ребенка форма 26 К сожалению, до настоящего времени Органы пенсионного фонда были вынуждены отказывать Выдачи сертификата по данным справкам Поскольку в законе четко и ясно прописано Что необходимо предоставить свидетельство о рождении ребенка Так вот теперь, согласно новому закону Эти наши родители могут обратиться в органы ЗАГСа И получить свидетельство о рождении данного ребенка И уже потом на основании этих документов Обратиться к нам и на основании права на подкапитал Получить сертификат Субтитры создавал DimaTorzok